Если тебе понравилось и помогло это видео, просьба поставить лайк и подписаться на канал. Это совсем не сложно и не займет много времени. Спасибо! Сегодня мы рассмотрим копиры, факсы Panasonic, которые бледно печатают, не пропечатывают текст, выдают светлые полосы при печати, ну все в таком духе. Я расскажу, как устранить эту неисправность. Сейчас я распечатал лист отчета. И вот на моем примере, вот с левой стороны тонко, полоса не пропечатывается поближе. Не пропечатывается текст, ну а справа вообще трэш, полная бледнота, все плохо видно. Был заменен драм-картридж, потому что изначально была грязь, ну и вот вылезла теперь светлая печать. Что нужно для этого? Итак, достанем весь драм в сборе Panasonic, отложим его в сторонку и посмотрим. Самый минус вот этой вот машины, то что блок лазера находится непосредственно под картриджем. Вот он, внизу блок лазера, под вот этим вот стеклышком тоненьким. На нем, как правило, бывает гора тонера, пыль, грязь. И первым делом мы попробуем почистить сверху, может быть обойдемся малой кровью, вот видно, что вата уже грязная. Просто почистим вот это вот стеклышко аккуратно, сильно нажимаем, стекло бьется. Вот столько грязи, стеклышко почистили, можно установить обратно драм-картридж и проверить. Если не помогло, пойдем дальше. Это займет буквально 10-15 минут. Вытащили все картриджи, перевернули аппарат кверху тормашками. И нужно убрать первым делом вот эти вот две белые направляющие и металлический поддон. Всего там 10-15 болтов от силы. Белые направляющие крепятся на болтах, никаких защелок нет. Просто откручиваем два болтика здесь и два болтика слева. И убираем направляющие лотка в сторонку. Их не перепутаете при обратной установке левое и правое, то они просто не залезут. Так, направляющие убрали. Тут порядка 10 болтиков. Я его называю вот этот вот металлический поддон. Откручиваем все болты по периметру. И опять-таки без защелок, без всего. Просто снимаем его, откладываем в сторонку. Таким вот образом. И вот уже видно, вот тут и пыль, и грязь, и тонер, чего только нет. Сюда, как говорится, не ступала нога человека. Ну вот и на лазере пылища, и все зеркала у нас пыльные, грязные. Особенно изнутри, скорее всего, отсюда не видно, но так оно и есть. Можно использовать вату, марлю, сухую тряпочку, чистую. Вот изначально я всю основную грязь убираю пылесос. Аккуратно, без фанатизма. Стекла бьются, так что без особой пусинги. Основную грязь, когда убирали, убрали. Потом приступаем изнутри. Снаружи чистить смысла не будет. Изнутри вот эти вот два тоненьких зеркала. И под шторкой лазера, который свободным ходом убирается, вот там есть вот это вот стеклышко, которое мы уже почистили с одной стороны. Ватной палочкой или намотать на что-нибудь кусочек ватки. И изнутри я обычно чищу спиртом. Аккуратно, сильно не нажимаем, стекла бьются, напоминаю. Вот видно грязь, да, сколько грязюки. В основном это пыль. Ну и все-таки, наверное, тонерная пыль все-таки сюда попадает. Да, сначала я чищу спиртом. Но спирт оставляет белый налет. И повторно потом я чищу второй раз насухо. Убирая налет и все оставшиеся пылинки. Два стеклышка вот этих вот длинных изнутри почистили аккуратненько. И подгибаю шторку лазера. Одной рукой мне неудобно, но у вас... Потому что я держу камеру, да. Двумя руками будет удобнее. Вот тоненькое-тоненькое стеклышко опять-таки. Да, привет меня. Отражение меня видно. Салютик. Вот и на нем и грязь, и тонер. Все тоже это дело тщательно вычищаем. Ну и, собственно, больше тут делать-то и нечего. Почистили зеркала, стеклышки. Почистили поддон. И обратно все собираем в обратном порядке. Поддон закрутили в болты. Установили левую, правую, белые направляющие лотка. Перевернули аппарат. Установили обратно драм-картридж. Ну, желательно, чтобы драм, конечно же, не сыпал. Не подсыпал, потому что наша вся работа будет напрасно и ненадолго. Сохранил я старый лист, который распечатывал до чистки. И сейчас распечатаю такой же лист отчета. И сравним результат работы до и после. Сейчас немножечко пойдет замес тонер. Инициализация аппарата под дождем. Итак, аппарат вышел в готовность. Печатаю лист отчета. Сейчас мы это дело все сравним. Я думаю, результат будет прям видно на лицо. Невооруженным глазом, как говорится. Итак, слева старый, справа новый листик. Ну, помним, да? И с левой стороны тонкая была плаца, которая не пропечатывалась. А справа было очень бледно. Ну, и вот наш новый экземпляр после чистки. Все четко, контрастно распечатывается. Никаких пробелов. Ну, вот как-то так все это дело делается. Заняло буквально 10 минут. Всем успеха. Пока-пока.